Добрый день! С вами Юрий Гетберг. Сегодня мы поговорим о головоломках. О том, как решать головоломки. И не просто головоломки, а головоломки рекламы. Ведь создать хорошую рекламу, это то же самое, что решить головоломку. Дорос сложнее. Вот смотрите, совершенно неразрешимая задача. Надо разделить одну часть головоломки от другой. Вот как ни старайся, ну вот не получается. Вот никак, вот хоть убейся. Вот сталь отличная, но не получается. Вот я так и сяк, ничего не получается. Взять бы какую-нибудь железяку. Вот. Что же делать? Как же быть? Прямо сыр какой-то. А вот смотрите. Оп. Получилось. Оп. Опять соединилось. Оп. Снова удалось отделить. Оп. Опять соединилось. Смотрите. Можно запросто, оказывается, это делать. Запросто. Вот как. Только надо знать как. Так, так, так. Опа. Оп. Смотрите. А сейчас закрытыми глазами. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Прямо как в пирсе. Так. Оп. Получилось. А вот так. Оп. Снова закрыт. А вот так вот. Оп. Открываем. Что же получается? Можно все делать. Можно. Знать только надо как. Вот ведь в чем дело. Опа. Вот оно-ка. Хотите научиться? Немного терпения. Я вас научу, как это делать. И тогда вы без всякого усилия сможете только силой своего интеллекта решать вот эту головоломку. Итак, что же получается? Если действовать грубо, прямолинейно, никакая реклама работать не будет. Никакую головоломку нельзя решить. То есть надо действовать как-то изобретательно. Это как искусство обольщения. Надо привлечь внимание. Надо удивить. Может быть даже рассмешить. Опа. Не получается. А вот сейчас. Оп. Получилось. Может быть как-то рассмешить. Но самое главное. Нельзя быть чайником. Вот нельзя быть чайником. Понимаете? Вот надо все время что-то думать, что-то изобретать. Однако в жизни бывает по-другому. Например, обращаются к нам и говорят. А мы хотим у вас разместить баннер. Мы говорим. Пожалуйста. А почему именно баннер? Ну все так поступают. Все так делают. Или другой вариант. Мы предлагаем. Уже мы предлагаем. Давайте вы разместите у нас баннер. А нам говорят. Нет. Баннер это не... Мы не будем размещать. Баннер это устарело. Баннеры не работают. Мы говорим. А с чего вы взяли, что баннеры не работают? А все так говорят. Поразительно. Но в рекламе, там где все как раз надо делать не так, как другие, многие повторяют чужой опыт, повторяют чужое мнение, повторяют чужие ошибки. Потом говорят, что реклама не работает. Взгляните на этот баннер. В него мы внедрили живое видео. Посмотрите, как бегут облака. А как бегают огоньки на питерской телевышке ночью. И каждый раз это неповторимо. Каждый раз привлекает внимание. А ведь и вы могли бы показать вживую, как работают ваши камеры, турникеты, шлагбаумы, системы распознавания номеров. Посмотрите на пресс-релизы. Вы хотели, чтобы вашу новость забыли, даже не читая? Или чтобы она оставляла след? Эмоционально воздействовала на читателя? Взгляните, эти картинки кажутся объемными. А вот блоки «Товар лицом». Тизеры с микробаннерами, которые расхлопываются на ваших глазах. Недаром по ним кликают чаще всего. Мы говорили о пресс-релизах. Но они ведь отображаются не только на сайте МОЗ Безопасности, но и в социальных сетях. Инновиджете Яндекса? Установите его, будьте в теме. А вот электронные книги. Это пример вирусного маркетинга. Книги можно бесплатно скачивать и распространять в интернете. И написать такую книгу может каждый. Недаром среди наших авторов много практиков. На сайте МОЗ Безопасности немало различных видов нестандартной рекламы. И рассказывать об этом можно долго. Это и реклама в видеороликах, в поисковой системе МОЗ Безопасности, это интернет-семинары. Но я ведь обещал вас научить решать эту головоломку. Смотрите, как это делается. Самое главное, это вот эти концы частей размещать параллельно друг к другу. И как можно ближе друг к другу. Смотрите, не тянуть, а поворачивать. Вот я медленно показываю. Не тянуть, а поворачивать. И вот тогда они, когда они параллельно находятся, вот я показываю, вот они параллельно, вот они расходятся, а вот они сходятся. Беру, вставляю, беру, разнимаю, беру, снова вставляю. И так до бесконечности, сколько угодно раз. Смотрите, все оказывается очень просто. Почему? Да потому что я вам объяснил, как это делать. Вот теперь вы можете сами все повторить, если будете действовать так, как я вам сказал. Так надо ли вам самим самостоятельно тратить силы и время на решение головоломок в области рекламы? Давайте эти головоломки решать вместе. А для этого надо искать оригинальное решение. И самое главное, надо хотя бы иногда отрывать задницу от кресла. Вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!